Всем доброго времени! Сейчас у меня будет такое вот послание. Тайное послание. Очень тайное. Для избранных. Ну, для избранных, не для избранных. Но все равно расклад общий, поэтому за более личные консультации обращайтесь ко мне отдельно. То есть, что мы будем сейчас смотреть? Мы будем смотреть то, что от вас скрыто. То, что от вас скрыто. То, что от вас... Ну, как бы то, что идет к вам. То, что скрыто от вас. Я сейчас посмотрю все в этом раскладе. Но прежде чем я начну расклад... Блядь, как душно. Прежде чем я начну расклад, я... Минуточку. Расскажу вам про некоторых дебилов, которые написывают мне в WhatsApp. Чтобы потом не было, да, каких-то там, знаете, недопониманий. Я знаю, что эти люди читают и слушают тоже. Сегодня произошло, наверное, таких вот три случая. То есть, почему... Первый вопрос. Я даже таким не отвечаю. Вот почему вы пишете мне на ты? То есть, сегодня такие сявки, мужики сявки начинают мне писать. То есть, во-первых, мужчины, я ни с кем не знакомлюся. У меня есть мужчина, которого я люблю. И я ни с кем не знакомлюся. Не надо отправлять мне ваши ебанутые видео или еще что-то. Отправьте своей маме. Меня не интересуют мужчины другие, не заинтересует никто. Будь то ты бедный, будь то ты жрец, будь то ты султан, будь то ты евнух, мне все равно. Что за мужчины мне пишут? У меня сердце занято. Писать мне не надо. Я на вас смотрю, как на клоунов. Это первое. Второе. Почему вы пишете мне на ты? Вот с какого хэ вы пишете мне на ты? Все говорят, что я грубиянка, да, я грубиянка, я хамка конченая, потому что я черная ведьма. Мы все такие. Настоящие, да. Кто там говорят, что ведьмы не матерятся, пиздят. Эти ведьмы наебщицы. Это двурушницы вонючие, которые даже не двурушницы. Они... Ну что такое двурушничество? Это конченая мразь, правильно, да? Которая и вашим, и нашим играет и издевается, богохольничает ходит. Потом ее и бесы будут терзать и будет подыхать швалито. Все знают, про кого я говорю. Значит так, почему вы мне пишете на ты? Какого хуя вы мне пишете на ты? Вот мужчины в основном, женщины-то еще нет. Но была одна манда, которая написала мне на ты, там начала мне тыкать. Если мне 27 лет, да, исполнилось, это не значит, что мне можно тыкать определенно, да? Я лучше всех взятых здесь, умнее начитания, знающие и понимающие многое. Это я сейчас обращаюсь к этим клоунам. Вы удивляетесь, почему, допустим, вот, о, молодая, а ведьма опытная, ну да, вы знаете, молодость тела это молодость тела. Душа бывает очень мудрая. Поэтому не надо мне писать на ты. Вот мужики тут собрались и тыкают мне вот... Во-первых, я говорю, что я не знакомлюсь. Это понятно? Мне вы неинтересны. Вот, вообще просто, напросто. Вот. Второе. Тыкать мне не надо. Вот собираются мужики, да, в основном собираются такие пидорасы, вот я прямо говорю, и начинают выебываться. Два-три рубля в кармане, две-три тысячи, я имею в виду, да, вот, и они начинают писать. Это ладно, мы прошли этот этап, тыкать мне нельзя. Если будете тыкать, буду вас ставить на место, ваших мамок, детей, буду засаживать всех, оскорблять, унижать, я боевой тёмный маг, мне нельзя грубить, ни в коем случае, меня не надо трогать. Я... Что такое боевой тёмный маг, как многие думают? Это не такой маг, который ходит там, да, и всех там гробит, как многие говорят. Это справедливый тёмный маг, ещё раз говорю. Мне плохо, кто будет передо мной стоять. атеист, верующий, там, при должности не поебать мне на всё. Вот. Я знаю, где как с кем разговаривать, и почему-то я уважаю людей, да, и отвечаю всем нормально, адекватно, не переходя на ты. Вообще, сегодня какая-то шваль с Казахстана мне пишет, ты, блядь, а ты, а ты, а твоя мама, а ты, на маму, посмотри свою, на маму, тыкает. На дочечку, посмотри свою, коли пока ходит нормально, а то, может, кто проклянёт. Я ещё раз говорю, я не буду терпеть такую хуету, мне тыкать нельзя. Можете отписываться от моего канала, просто, вот, кому не нравится стиль общения, жаргон, отписывайтесь нахуй. Я не продаюся за донаты, я не продаюся за лайки, я не продаюся за комментарии, а мне это не надо. У меня есть честь, у меня есть уважение, у меня есть моя дорога, моя вера, моя тропа, моё ремесло, у меня будет моя смерть, мои друзья, мои враги, моя седина, моё время, мои слёзы, моя печаль, радость, это всё моё. Я это отстаиваю, это проживаю, проживаю. И я не буду подстраиваться под вас, не надо мне тыкать. Вот, это шваль, мужик какой-то. Ты мне берёшь, тыкаешь, ты кто, сяварь? Ты сявка, сявка вонючая, сидящая за 40 тысяч. Я вас вижу, мужчины, не надо мне тыкать. Ещё раз говорю. А меня потом видят, один пидорас с Краснодара берёт, и он меня начинает унижать. И я его встретила на красной, я его отпиздила, потому что я мастер боевых искусств. Он испугался, бежал там, не трогай меня, не нужно меня трогать. Вот. И потом чисто просто его жёнушка вышла из такси, и я не стала при жене, она беременная, корова была, его трогать. Не надо тыкать, не надо переходить на личности и меня унижать. Этого не будет. Никак. Ну, это нельзя делать. Уважать нужно друг друга. Я ещё раз говорю, донаты, я за них не продаюсь, комментарии не продаюсь. За какие-то там слова ласковые, вот мужики, которые мне там пишут, мне они не нужны. У меня есть мужчина, я просто не афиширую свою личную жизнь. Как это делают сявки тут некоторые. Блогеры, семья блогеров ебучих, тут очень много таких семей, которые сосутся, подсасываются, памперс меняют, мандятину ребёнку меняют на камеру, и им, блядь, потом не стыдно, что этого ребёнка манду будут видеть потом, когда вырастет. По факту я говорю, распределяю всё по факту. Я не зарабатываю деньги на своих детях, на своей семье, на клоунатстве. Это моё ремесло. Я получаю плату за свои тайные знания, за своё ремесло. Я не клоуната, чтобы выставлять свою личную жизнь на обозрение. И памперсы своим детям я не меняю. Вот. на камеру не унижаются, не сосуся, не целуюся на камеру, как делают это сявки вонючие здесь. Это блогерство. Это зарабатывание денег выставлением своей семьи на показ. В основном такие семьи, которые дарят цветочки, мужики им ходят, они там, я не знаю, хер им протирают, ручечки протирают на камеру. В основном они все друг друга ненавидят, уничтожают и разводятся. Мы таких видали, мы таких знаем, мы ещё не раз увидим и в последний путь провожали. Знаем мы таких. Понятно? Вот. Поэтому вы им там потыкайте, а не мне. Они за донаты продаются. Им похуй. Плачет у них ребёнок, не плачет у них ребёнок. Ага. Им лишь бы донатики. Понимаете, да, о чём я говорю. То есть, ну вот так, люди такие продажные. Дальше, к чему мы переходим? Какой-то ещё пидор мне писал. Ещё раз ты мне напишешь, это будет очень плохо для тебя. У него стоит, я тебя уже пробила, мои люди тебя пробили. То есть, да, ещё раз ты будешь мне писать и мне угрожать, это будет просто тебе пизда. Вот. Значит, я не против каких-то религий. мне абсолютно, я уважаю все религии. Во мне много кровей. Я уважаю все религии, я не против всех религий. Если бы у меня, не знаю, как бы была возможность, я бы помогла всем детям вообще мира, если бы у меня была возможность. Но у меня, к сожалению, такой возможности нет. Вот. к чему я иду. То есть, я бы, ну, помогла бы всем. Я вообще не против религии. Живите, цветите, ставьте святыни, молитесь, мне всё равно. Но, случай какой? Пишет мне мандятина какая-то. На заставке Иисус Христос. Иисус Христос, все молятся, Иисусу Христосу, всё. Это Шваль. Я захожу в WhatsApp, мне пишет, мне нужна ваша помощь от алкоголизма с пастимтом, да? Я говорю, хорошо. Ну, посмотрю, он диагностику не хочет, это мандятина. Оно. Оно. Я её зову Оно. Как из фильма Оно. Блядь. Вот это мандятина. Нету денег платить за консультацию. Эта мандятина мне пишет, помогите, помогите. Но суть в том, что я захожу значит, на статус в WhatsApp и там написано дьявол под власть, то есть дьявол, что-то там про дьявола, очень плохое про дьявола. Ну, вы же знаете, тёмные ведьмы, с кем мы работаем? Какого хуя ты чмо пришёл сюда к чёрной ведьме мандятина и кланишься в ноги, чтобы я тебе помогла? Зачем? Иди к Иисусу! У тебя же Иисус! Давай! Иди! Малися! Чё ты как сявка так ко мне прибежала? Я ещё раз говорю, я не против других религий. Я люблю все религии. И себя люблю, и своё ремесло люблю. Я люблю нормальных, адекватных людей. Но эта мандятина реально думает, что оскорбив дьявола, с кем я работаю, я протяну ему руку помощи? Нет! Я не работаю с теми, кто оскорбляет моё ремесло, потому что я не оскорбляю другие религии. А эта мандятина ко мне пришла, кланяться мне в ноги, спаси, Марета. А потом диагностику сявка платить не хочет. Сявка. Вот. А потом пишет, а больше пяти тысяч возьмёте? Да, конечно! Я могу и двадцать, и пятьсот, и сексилиарды, сексилионы, миллиарды, триллиарды брать. Сколько я захочу? Я сама диктатор своих цен. Сама. Но эта сявка прибежала ко мне. Диагностику платить не хотим, заёбывать хотим. Только меня удивляют, у тебя же Иисус! Ты чё сюда пришло ко мне? Помощи-то просить? У ведьмы-то чёрной. Чё пришло, мандятина? Я это записываю на весь Ютуб, я записываю тем людям, они это слышат. Если вы обращаетесь ко мне, и я вижу оскорбление того ремесла, того тёмного отца, с кем я работаю, вы все идёте нахуй. Я не буду помогать мразотам, у которых, первое, нет денег, нет денег, то ладно, сидите тихо работайте, занимайтесь своей работой. Но чё, хули ко мне идём? Второе. Те, которые оскорбляют дьявола, работать с ними не буду, потому что я не оскорбила ни одну религию, что есть в этом мире. Наоборот, я поддерживаю все религии, вы это все, кто меня знает, вы читали, всё, слушали, всё. Вот. Вот такие сявки писать мне нельзя. Это первое. Второе. Я уже заранее знаю, кто хочет просто так поебать мне мозги, пообщаться без денюжек, потому что это я уже вижу. Таких я буду посылать сразу нахуй. Понятно? Четвёртое. Руны. Очень сильный инструмент. Я запишу видео про руны после этого послания. Всё, поехали. Послание. Тайное послание. Тайное послание. Тайное послание. Кто-то хочет нарушить ваш покой, кто-то хочет устранить ваше спокойствие. Я хочу сказать, что здесь сразу выходят рыбы, водные знаки, люди эмоциональные. Здесь идёт такая информация, что о вас говорят сейчас в данное время, что вы стали не такой, что вы поменялись, что вы изменились. И есть люди, которые хотят нарушить ваш покой, вас уничтожить, даже пролить, возможно, и кровь. Сделать что-то досадное для того, чтобы вы заплатили своей энергии, для того, чтобы вы заплатили своим счастьем, чтобы вы очень много плакали. Есть люди, которые хотят, чтобы вы очень много плакали, чтобы вы унижались, чтобы вы проливали слёзы. То есть есть люди, которые хотят, чтобы вы, ну, просто так сказать, очень много плакали и проливали и кровь, и слёзы, свою кровь. Вы жертвовали, вы шли бы на какие-то жертвы. То есть хотят люди, чтобы вы были без энергии, высасывают с вас энергию, то есть есть люди, которые вообще хотят для того, чтобы сделать так, чтобы вы уехали, или же чтобы вы покинули даже, возможно, не мир, а свет, потому что здесь есть люди, которые вот просто жаждут того, чтобы вы отдавали свою энергию, отдавали свои блага, отдавали свою жизненную силу, возможно, есть люди, которые делают какие-то крадники на вашу жизненную силу, то есть есть люди, которые постоянно делают так, чтобы вам было плохо, и я хочу сказать, обратите внимание на своё здоровье, скорее всего, колдуют на убывающую луну, здесь есть люди, которые следят за вашим передвижением, я вижу, что прям следят за вашим передвижением, возможно, не обязательно, что они прям едут за вами, но есть какие-то определённые программы, где они следят и наблюдают за вами, то есть именно вот есть люди, которые знают, когда вы выходите из дома и когда заходите, то есть, ну опять же, обратим внимание на то, что мне показали карты, что есть люди, которые хотят, чтобы вы платили даже своим здоровьем, чтобы вы наполняли чужие кубки, но не свой, возможно, есть какие-то крадники ваших ресурсов через магию, поэтому вам плохо, поэтому вам тяжело и поэтому вам больно, нужно обратить внимание на своё здоровье, здесь что-то связано с кровью, пойдите, издайте, возможно, анализы вам могут что-то там найти, здесь есть такая информация, что есть вот именно какие-то разговоры определённо за то, что вы должны ответить за что-то, вы должны проливать, отдавать свою энергию, вы должны отдавать свои ресурсы, вы должны отдавать, ну вот как, знаете, как вода, утекает вода, то есть, чтобы у вас утекала жизнь, может даже кто-то и молится за вашу определённую смерть, здесь есть мужчина, который очень сильно скучает за вами, не хватает, он постоянно вспоминает вас, есть определённые чувства, есть определённые эмоции, то есть, он постоянно вспоминает, я вижу, что он выходит из машины и постоянно думает о вас, белая машина, номера 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1 могут быть, и он постоянно думает о вас, то есть, он остался один, вот он вспоминает о том, как вы были ему преданы, но он оставил вас где-то и ушёл, то есть, он где-то вас оставил и ушёл, но вы были ему настолько преданы, что он просто очень сильно уже устал признавать свою вину, потому что здесь он видит, что есть чувство, и у вас есть чувство, и у него он это понимает, но вы давно не виделись, это тот мужчина, который вас оставил, который вас забыл и ушёл, то есть, он ушёл сам, он сделал свой выбор для того, чтобы уйти, для того, чтобы вас оставить, и он вас оставил, действительно, он вас оставил и, ну, оставил преданного человека, то есть, да, того преданного человека, это вас, то есть, здесь идёт уже информация о бывшем, то есть, возможно, вы его последняя любовь, потому что, и первая, и последняя, потому что здесь очень много проливает он слёз, чувства, он думал, что легко вас забудет, но не смог забыть, очень большие чувства, и, возможно, он держит дорогу к вам, и хотя бы просто, мне идёт такая информация, хотя бы просто на вас посмотреть, просто посмотреть на вас и никуда, ну, как сказать, ну, не забирать вас, не идти с вами, ну, просто, просто хотя бы на вас посмотреть, то есть, тоска, очень сильная тоска, очень сильная боль мужчины за вас, и ему очень тяжело, и он хотел бы прийти к вам, у него есть какой-то знакомый, какой-то друг, который его поддерживает, он знает его чувства к вам, его слёзы по вам, его печаль по вам, он поддерживает его в этом вопросе, то есть, ну, как-то его поддерживает, да. Вам нужно будет сохранить всё в своих руках, то есть не подпускать никого, сохранять всё в своих руках и никого не подпускать, охранять свои границы, традиции, себя, то есть охранять всё, что связано с вами, не отступать, потому что есть люди, которые хотят погасить вашу свечу жизни. Кто-то желает вам смерти, желает действительно вам смерти, желает вам боли, разрушения, они хотят поменять вас и ваш образ, они хотят сделать так, чтобы вы посмотрели на себя и не верили в себя, они хотят сделать так, чтобы вы внушаемы были. Возможно, на кого-то есть мороки, то есть здесь изменение образа, они хотят изменить ваш образ жизни, они хотят, чтобы вы жили по тем меркам, которые они вам будут диктовать. Но вам надо стоять на своём, вам нужно не вести себя на какие-то провокации, на какое-то мнение и даже, сейчас минуточку, я возьму телефон, даже не менять стиль жизни вообще, ну просто не менять стиль жизни. Вам нужно, знаете как вот, быть в своей позиции, на своей стороне за себя и как-то отстаивать, потому что есть изменение образа. Вас будут водить в заблуждение, возможно, будут делать какие-то мороки, какие-то мороки, да, пролить кровь. То есть, смотрите, говорю прямо, кто-то желает вашей смерти, кто-то питается вашими ресурсами, если у кого-то есть бизнес, какие-то определённые странички, кто-то ведёт бизнес-аккаунты. Здесь может быть то, что есть люди, которые как упыри собираются для того, чтобы узнать ваш бизнес-план, защищайте свои бизнес-аккаунты, защищайте свои... Тут очень много крови, может быть, кто-то когда-то терял кровь, да, или же кто-то, может быть, был донором, допустим, да. Очень много людей меня смотрят со второй группой крови, да, вот, знак зодиака, телец, весы, рыба, вот как я и сказала, да. Здесь очень много людей, которые вот почему-то они хотят праздновать свою победу, они хотят украсть ваши ресурсы, они хотят праздновать свою победу, им нужна победа, им нужна победа в том, что они узнают ваши тайны какие-то. А что они хотят про вас узнать, сейчас я скажу. То есть им нужна какая-то ваша тайна, возможно, тайна вашего рода, то есть, ну вот, они хотят за вас узнать многое, и здесь, если кто-то работает сам на себя, это бизнес-аккаунты, да, как я ещё раз говорю, надо будет ставить какие-то защиты на бизнес или же, ну вот, как-то, да, так сказать. Вот опять, опять какие-то ебанаты мне пишут. Прошу прощения. Вот, здесь есть какие-то моменты, что люди хотят украсть ваши ресурсы именно по бизнесу, именно забрать, украсть ваши ресурсы по бизнесу, да, поэтому здесь будьте аккуратнее именно в бизнесе. Здесь есть какая-то женщина, которая докладывает информацию о вас, передают и докладывают информацию о вас. Здесь есть женщина, которая узнаёт за вас информацию, которая постоянно, чуть ли не каждый день, её подносят на лодочке, эту информацию, да. Они пытаются, как сказать, донести ей правдивую информацию. Они что-то узнают, но я вижу, что женщина грустит. Она получает за вас информацию, какую-то тайную информацию, и она грустит. То есть какая-то печаль у этой женщины, какая-то боль, какая-то печаль. То есть она получает за вас информацию. Возможно, она даже платит. Возможно, она даже платит. Что за информацию она узнаёт? Да, работа. Я же говорю, ваша работа. Вот смотрите, ребята, если сейчас меня смотрят аэрологи или же эзотерики, да, или занимаются, которые картами таро, я бы не входила в хорошие отношения с вашими напарниками. Потому что если кто-то изучает эзотерику, или же если кто-то там, ну, допустим, не только эзотерика, но что-то там, ну, может быть, хиромантия, неважно. Потому что тут показывают эзотерику. Не надо общаться с теми людьми, которые собирают шабаш, как говорится. В этом шабаше каждый друг друга давит. Как говорится, двоим хозяйкам на кухне места нету, да? Ну, и двум ведьмам возле костра не плясать. Я открою вам тайну. Если вы хотите знать правду, что, как сказать, не буду я оскорблять всех, но я очень сильно удивляюсь, когда маги и ведьмы собираются, дружат, и я знаю потом дальше ихнюю историю. Я её уже написала. Они будут топить друг друга. Каждая ведьма, она идёт себе в одиночку. То есть я вижу торологов сейчас в данное время, которые рассказывают, делятся о своих каких-то... Смотрите, я ни с кем, я ни у кого не училась, я ни с кем ничем не делилась. То есть у меня не было тех людей, которые, допустим... У меня не было вообще каких-то там, я не знаю, напарников, наставников, как вот у вас сейчас есть. Я обращаюсь сейчас к торологам. Вы совершаете ошибку. Есть женщина, которая узнаёт за вас информацию. И, скорее всего, торологи меня сейчас смотрят. Это роковая ошибка. Это роковая. То, что вы делаете, это роковая ошибка. Ну, реально роковая ошибка. Вы знаете, очень мало в жизни такого, когда ведьма с ведьмой будет дружить. Ведьма ведьму копает. Это действительно так. Среди ведьмы есть и зависть, среди ведьмы есть и, как сказать, такие очень случаи, которые заканчивались оплачевно. И я считаю, что сейчас я вижу вас, торологов, которые смотрят меня. И вот женщина узнаёт за вас, по каким мотивам вы работаете, по каким скриптам вы работаете. То есть, кто-то совершил ошибку. Меня сейчас смотрят и те люди, которые хотят заниматься рунами. Они занимаются сейчас рунами, изучают их. Вы тоже совершили ошибку. Вы много очень кому рассказываете. Ещё раз говорю. Двоим хозяйкам на кухне не место и двум ведьмам возле костра не плясать. Запомните. Поэтому здесь есть какое-то соревнование, однозначно, что связано с ремеслом. Очень много пришло сюда торологов, очень много рунологов сюда пришло. Да, вот опять же говорю. Ну, вы совершаете ошибку. Какая-то женщина узнаёт информацию за вас. Меня многие спрашивают, Мария, почему ты не показываешь карты? Потому что я не ебанутая. В отличие от ваших попрошаек, за ваши там донаты, которые вы скидываете. И не считаю я нужным. Не считаю нужным. Вот. Значит так. Смотрите. Держите за зубами, за замок, за... Рот, блядь. Вот. Как сказать? Язык держите за тремя замками. Потому что вы очень много говорите о своей работе. Не показывайте свои доходы. Держите в тайне то, что вы делаете. Вот. У меня были женщины, которые там у той ведьмы в группе что-то спросили. У той ведьмы, зачем вы это спрашиваете? Можно прийти, допустим... Вот. Я им сто раз говорю, придите ко мне, спросите. Я расскажу всё. Потому что вы должны понимать, что обучение стоит денег. Да? И ни одна ведьма платно не будет... Бесплатно, точнее, вас учить. Она будет вас вводить в заблуждение. То, что вам говорят ваши подружки поебушки, ваши ведьмушки, в кавычках. Они вводят вас в заблуждение. Я смотрю, что есть новички. И я смотрю, что есть, да, новички, которые зашли на этап эзотерики. Вы уже получаете неправильные советы. Вы подружились они с теми людьми. Конечно. Тот, у кого вы учились, делает вам на страхе, делает вам на боль. Хорошо, ладно. Давайте дальше. Идём. Кто-то захочет вам втиснуть в голову чувство вины, чувство боли. Кто-то хочет вам при встрече... О, как, блядь! Мужчина. К вам идёт мужчина. К вам идёт мужчина на порог, который захочет вам втиснуть в голову чувство вины, чувство боли, чувство тяжести, чувство печали какой-то. Именно, да, но колода. Смерть. Кто-то вам желает искренней смерти, возможно, ходит и делает что-то вам на погосте. На погосте что-то делает, что-то... Я не знаю. Что-то связанное со смертью, просит смерть, кличет смерть вам, да. Вот тут у нас карта. Да, вас разрушают, пытаются вас разрушить. Смотрите, вот что касаемо с жильём. Кто-то потерял жильё, у кого-то был пожар, или же у кого-то было... Как-то, может, кто-то потерял, или замыкание. Вам делали порчу именно на жильё. Именно на... Как сказать, да? Определённо... Вот именно, может, чтобы вы покинули дом, да. Может, кто замужем, я не знаю, свекрови делали это, да. Вот, для того, чтобы вы ушли, вы покинули там, да, дом. Вот. Давайте я сейчас в процессе гадания отвечу на вопрос один ещё. Вот мне многие говорят, Марета, почему не ходишь на кладбище ночью, или почему у вас в Краснодаре на кладбище ночью ведьмы не ходят? Смотрите, ходят, но в основном не часто. Почему? Я расскажу. Не потому, что страх есть, а потому, что вот у нас на кладбище, да, очень много ходят на самом деле и тех людей, которые убивают, режут, это всё есть. Собаки вот у нас именно, да, ходят, которые бросаются, прям впиваются в ноги. Вы понимаете, что если накинется стая, то там просто, ну, ты, ну, как бы не убежишь, они просто тебя загрызут. Также у нас есть патрульки, которые тоже охраняют, потому что старинные кладбища, вот, и лучше, конечно, сходить днём. Я, допустим, вот уверена в своих силах. Очень многие есть знающие женщины, которые уверены в своих силах, и они будут ходить там и днём, потому что это наша тоже безопасность. Вот. Ночью, конечно, хожу, но очень, конечно, так редко, когда женщины просят какие-то ритуалы, что там делаю, скидываю отчёт, да. Но вот именно ночью опасно то, что вот собаки, просто собаки. Естественно, мёртвых мы не боимся, мы работаем с ними. Но, как сказать, вот именно собаки. Есть такие вот больные люди. Я тоже как-то пошла ночью на погос на кладбище, да, вот, и там ходил мужчина с ножом. Просто ходит, режет себе руки. Ну, так вот, вот такой вот он ходит, режет руки. Я говорю, у вас всё нормально? Ну, он говорит, да, я просто жить не хочу. Он режет себе ноги, руки. Вот. Ну, как бы, вот так вот. Вот так вот бывает, поэтому это тоже как-то какой-то вот, поэтому, да, вот тоже такая работа, она не из лёгких, вот, ну, у настоящих ведьм. Вот, далее там ещё какие-то вопросы мне задавали. Полнолуние, луна, будем дождаться луну, полнолуние. Слушайте, ну, вот если человек умирает, да, допустим, у него уже порча его добивает, я чё, ему буду говорить, что давай подождём полнолуние, а ты сдыхай? Нет, я буду работать, если у него есть, конечно, возможность оплатить, здесь и сейчас. Вам же хирург не будет говорить, давай, когда ждёмся полнолуние, а потом я, блядь, сделаю тебе операцию. Ну, этого же не будет, правильно? Хирурги, специалисты действуют сейчас и здесь. Вот. И как бы так же и практики, сейчас и здесь. Всё, дальше поехали. Да, ну, конечно, вот, как я и говорю, то есть кто-то хочет поплясать на вашей могиле, кто-то хочет увидеть ваше поражение, то есть действительно кто-то готовится вас убрать. А почему? Сейчас, минуточку, я хочу спросить, почему? Смотрите, жертвоприношение мяса, кто-то делал, кто-то просил вашей смерти и приносил мясо, действительно приносил мясо. Вот. Что-то определённо связано с мясом, что-то определённо, определённо носили и просили, приносили, что приносили, да, вот связанное с мясом. Мясо чего? Мясо барана, скорее всего. То есть кто-то забирает ваши силы. Вот я ещё раз говорю, да, если вы там практики эзотерики, да, вот смотрите, татаро, да, смотрите, то вы очень много рассказали ненужную информацию людям. То есть, понимаете, вот, чтобы вести себя борзо, уверенно, да, как мне другая женщина пишет, Марета, вот вы так выражаетесь, так-так-так-так-так, как бы, а что? Ну, это надо быть уверенно в своих силах, не только в силах магических, но и в других силах. Надо быть уверенно. Вы только вступили на путь тарологии, вы гадаете, я очень много, вы рассказали не той женщине, ну, вот, ну, женщине рассказали информацию, которая её взбесила. Возможно, вы преуспеваете в чём-то. Смотрите, тут все карты ухода, кто-то желает вам смерти, действительно желает смерти. И здесь подмена ребёнка. Кого-то могли подменять, то есть, очень многие женщины меня смотрят, и мужчины, которых подменили в роддоме. Подмен ребёнка. Вы, кто-то вообще не родные, не родные дети своих родителей. Есть обман, готовятся к... Ну, конечно, да, во-первых, подменили, да, подменили. В чём обман? Какой обман готовится? Смотрите, кражи денег. Кому-то, кому-то могут врываться домой, красть, красть деньги, или же действительно, вот, может быть, запланированное воровство, да, у вас будет запланированное... О, блядь! Кому-то готовили покушение на убийство, действительно, готовили, хотели вашей крови. Было замешано два человека, за вами следили два человека. Следили за вашими детьми. Кто-то собирает ваши фотографии, действительно, собирает. Да, очень много фоток. Может, кто-то из вас работает в музее, допустим, да. У кого-то есть старинный дом, или же что-то старинное, и он хочет его продать. перед вами будут подлизываться, будет подлизываться, ой, блядь, в пизду, будет подлизываться какой-то мужчина, для того, чтобы забрать себе наследство. И тут идет женщина, королева мечей, вот эта со змеей, да, на груди, идет к вам. Она хочет вас как-то подставить. В чем? В чем? В чем? Идет какая-то... А, смотрите, аккуратно. Какая-то женщина хочет подсыпать что-то вам в еду. Это действительно так. Смотрите, отравление. Отравление. На кого-то готовят отравление. Понятно? А кого-то, может, уже травили. Вас хотят убрать из-за ваших денег. Через Калинов мост. Понимаем, да? Что я говорю? Вас хотят убрать из-за ваших денег. И будут платить деньги для того, чтобы вас убрали. Возможно, здесь магическая атака. И тут нужна действительно защита. Кто-то сейчас находится в больнице. У кого-то были... Была операция на ноги. Кому-то не дает... Ой, не дает покоя ваше богатство. Вот смотрите, опять... Да, кто-то жадничает. То есть, смотрите, давайте я сейчас немножко расскажу, что такое богатство, чтобы вы понимали. Мне вот многие женщины пишут, я уже пыталась с ними нормально, но они не понимают, приходится их нахуй посылать. Вот смотрите, когда я говорю деньги, я что-то про деньги говорю, вот есть женщины, которые... у меня нет денег, у меня пенсия маленькая, там тысяча в карбане. Женщины, очнитесь, это же не только про вас. Здесь все люди смотрят. И вот люди, которые хотят сейчас вас убрать из-за денег, вот вы знаете, я сейчас вам объясню, они думают, что вы богаты. Я на самом деле вижу, как вы живете. Вы живете средне. Здесь есть люди среднего достатка, все собрались. Я вижу, что многие получают деньги с аренды квартиры. Кто-то сдает родительскую квартиру, кто-то сдает... То есть да, я вижу, как вы зарабатываете, я не буду сейчас это говорить, я вижу многое, не хочется. Мне просто голова у вас разорвется, если я буду это говорить. Вас хотят убрать. Понимаете, да, что я говорю? Убрать. Два на двадцать, чтобы вы лежали. Вот. Ваши деньги кого-то беспокоят. Давайте начнем с того, что такое деньги. Сейчас я скажу. Кофе пропало. Сейчас я скажу, что такое деньги. Сука, не ту кофе мне сделала, чтобы ты была проклята, блядь. Вот сука. Я ей сказала, кофе мне капучино сделать. Она стояла в телефоне, улыбалась, а там с мужиками заигрывала. Ещё нагрубила мне. Ну вот тут вот, на юбилейном, где я живу, на Тургеневом. Чтоб ты, сука, сдохла сегодня, не завтра, блядь. Значит так. Я вижу, как вы зарабатываете, но люди, которые хотят вас убрать, это те люди, которые думают, что у вас миллионы, и вы достаточно много нажили. Я вижу, что у многих кредиты. Я вижу, что кто-то матери-одиночки. Я вижу, кто как зарабатывает, но всё равно. То есть вы должны быть на чеку. Возможно, кому-то понадобится защита. Здесь есть очень большая зависть, здесь есть чёрная зависть, которая присутствует у вас в жизни, и от родственников, и от бывших. Каждый наблюдает за вами для того, чтобы узнать ваши новые источники дохода или же те доходы, которые вы скрываете. Люди думают о том, что у вас много денег. Но опять же, я вижу другой. Да, есть люди, которые работают со своими родителями, вот в бизнесе состоят, я вижу, да. А, кто-то занимается танцами, хореограф. Идёт война, магическая война. Смотрите, момент. Кто-то выбирает себе жерелье или же заказал бусы. Эти бусы принесут вам несчастье. Или же есть какие-то семейные бусы, которые приносят несчастье Ганеши. Кто-то молится Ганеши. Берёт какие-то мантры. У кого-то Ганеши, Бога, да. Ну, это понятно. Кто-то имеет деньги от мантр. Или же он в индуизме. Индуизм. Кто-то забирает вашу фортуну. А, блядь, слуха. Хоть что-то, хоть что-то хорошее я увидела в этом раскладе. Ой. Спасибо, тёмный отец. Значит, это сейчас для девушек, для женщин. придёт парень или же мужчина. Ну, как бы, вот возраст, я, конечно, могу ошибаться. Вас ищет бывший. И будет петь вам серенады, действительно петь или же камнем бить в окошко для того, чтобы вышли. Потому что он очень зависим от вас. Он гуляка, он предатель, он конченый. Но он настолько понял, что ему вас не хватает, что он придёт, он не знает, где вы сейчас. Возможно, вы поменяли адрес. Вот. Возможно, и он, и он, он злой, он настолько злой, он ищет, он хочет сказать вам о любви. Я не знаю, я не вижу возраст. Да, бывает такое, что какие-то моменты от меня скрыты. До 30, может 32, 33, давайте так. И он среднего роста, он ищет вас, он не знает, он понимает, что если сейчас он позвонит, он, как сказать, он просто, ну, он пролетит. Вы не будете брать телефон, вы не будете брать трубки. И он ищет вас, он ищет вас для того, чтобы вам сказать, вам напеть что-то. Даже, возможно, какая-то есть песня, которая напоминает ему о вас. Вот. Вот так вот. Или же вы ехали с ним в машине, не постоянно просили что-то определенное включить, да. Смотрите, здесь придет мужчина, который однозначно будет вам что-то рассказывать, петь. Ну, такой, да, мужик? Вот. И это бывшее, это сейчас касаемо женщин. Вот. Это касаемо женщин сейчас идет. вот прям готовьтесь. Не сегодня, завтра, но пускай на неделе. Моряки. Может, у кого-то родители были моряк? Отец? У сына шизофрения. У какого-то сына шизофрения. Лечите сына. У кого-то сын разобьется на машине, разобьется. Я не знаю, говорить, не говорить, но мне идет такая информация, что женщина ждет смерти своего мужа. Утопленник. У кого-то утонул сын, и его душа требует с ним связаться, но я не буду здесь это говорить, это уже лично. А значит, так, да. На вашу семью хотят завести уголовное дело. Я не знаю, с чем это связано, но да, уголовное дело. Тот товар, который вы закупили, он не пройдет. Кто-то хочет сдавать в аренду самокаты или же какую-то технику. Да. Или заниматься парфюмом не получится. Прогорите, есть мужчина, который хочет помириться с вами. Ну, это может быть и не мужчина, а женщина. А, вы узнаете, что какие-то парни соревновались за вас или же узнаете, что какой-то мужчина ревнует вас. вы узнаете, что кто-то говорит о том, как вы щедры, как вы помогаете людям. Вы будете удивлены, но вам дойдет это послание при встрече, вам расскажут, а к вам, что за хуйня. Так, к вам мчится кто? К вам мчится и мужчина, и женщина еще. Внимание! Вашего отца убили. Он уехал на заработки и не вернулся. Да, я знаю, кто его убил. Но я не буду об этом делать. Тут вам идет... Дальше. Хорошо. Обман с домом. Тут какой-то обман с домом. Обман с домом. Что такое обман с домом? У кого-то будет обман с домом. Те фотографии, которые вы видели в продаже дома, на самом деле, это дом не такой. Когда вы придете туда, вы можете купить дом с долгами или же квартиру с долгами. Вы можете попасть на черных риэлторов и ошибиться... Понимаете, да, о чем я говорю? Ошибиться можете. Понятно? У кого-то улетел попугай, но он не вернется, потому что, в принципе, его сожрали коты. Вам нельзя ходить на мост, где вы часто ходите, потому что там случались очень много аварий. Ой, блядь. И дети гибли. Или же ваш ребенок переходит через какой-то мост аккуратно, я не знаю, пытаетесь что-то сделать или же пытаетесь как-то проводить этого ребенка. Вот так. Все. На этом у нас тайное послание закончено. Кому нужна моя личная помощь, можете обращаться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я указываю под видео. Я прошу, пожалуйста, вот люди, которые мне пишут, да, вот смотрите, которые вот, я не знаю, мужики вот эти, да, не надо обращаться со мной как с подругой. Есть взрослые женщины, которые мои частые клиенты, там проходили мои, у меня обучение. Да, пожалуйста, я разрешаю им тыкать. Это взрослые женщины, которые вообще адекватные, мы с ними давно общаемся. Ну, когда какой-то сяварь мужик, ты, ты, я тебе не подруга. Конечно, есть женщины, которые взрослее меня, они меня смотрят, я уважаю их, они обращаются ко мне. Они даже, когда мне на ты пишут, я вообще не, нормально реагирую, потому что они годятся мне, в тёте, в матери. Это адекватная реакция. Но когда какой-то сяварь мужик пишет мне, это вообще, вот я даже сейчас вам видео записала, мне опять пять смс-ок, а ты не расскажешь, а ты не расскажешь про будущее, а чё погадают. Ну, такие вот быдло, да, такой сяварь. Вот такие попадаются, да, и я считаю, что о таких нужно говорить открыто на YouTube, чтобы знали, что есть такие вот люди. Это, наверное, мама у них, алкашка, их родила, где-то выродила, от Пети, Васи где-нибудь на скамейке, да, и они, это же не, это мужчины, это даже не мужчины, это челядь какая-то, да, которую не обучили, как нужно говорить, это челядь. Вот. Вот так вот. Вот такие попадаются люди. И это, знаете, на самом деле это очень страшно, потому что пропадает поколение. Допустим, я вот своих детей учу, что тыкать нельзя. Когда ко мне, конечно, ко мне обращаются женщины, которые старше меня, адекватные, когда они говорят мне ты, я вообще не обижаюсь. Я всегда на вы с ними общаюсь, даже, да, потому что, ну, взрослые женщины, ну, имеют право тыкать, тыкать. Ну, когда какой-то сяварь без роду-роду вышел здесь, вообще это, конечно, чересчур. Всё, я всем желаю добра, всего хорошего, опомнитесь, переслушайте ещё раз моё послание. Здесь ужасная информация, я знаю, я знала заранее, что это будет такой расклад, где я скажу вам, что вам желают смерти и, возможно, её готовят. Но те, кто надо, они понимают, о чём я говорю. И опять же, давайте вернёмся к тому, что расклад общий. Поэтому принимать все удары на себя не надо. Всё, всем желаю добра, не болейте. и всё. Всё, всё. Всё. Продолжение следует...